Друзья, всем привет! С вами Горохов Павел, вы на канале Сибирский Лов. И сегодня пойдет речь о удочке по плавочному удилищу для ловли Хариуса. Давно просили меня снять это видео, поэтому я поставил пенечек в живописное место, где течет речка, горы, чтобы вам было не напряжено меня слушать то, что я буду рассказывать. Постараюсь сегодня ответить на вопросы. Самые важные это какая удочка, какую выбрать, на что обратить внимание, как сделать правильный настрой. Но по настрою здесь нужно сразу сделать сноску, поскольку настроев огромное множество. Я покажу вам те, которыми рыбачу сам. Вы уже для себя сделаете вывод, применять не применять и насколько вообще это целесообразно. Итак, первый момент. Удочка, непосредственно сама удочка, которой я рыбачу. Я предпочитаю использовать для классической ловли в забродку, либо с берега, удочку без колец. Удочку я беру 6 метров, не меньше, поскольку именно 6 метрами можно комфортно ходить и по малым рекам, и по средним. Но здесь уже, конечно, на ваше усмотрение можете взять и больше. Самые важные параметры, на которые нужно обратить внимание, их, пожалуй, 3. Это строй удилища, это вес удилища и это тест удилища. Так вот, первое, это строй. Строй должен быть быстрый. Что это значит? Это значит, что при подсечке у вас удочка должна максимально быстро становиться в исходное положение. Проще всего по-русски объяснить, это если вы возьмете в руки советское удилище, которое весит много, которым один раз взмахнув, у вас вся рука потом продолжает еще за этим удилищем несколько секунд гулять. Вот этого быть не должно. Должно быть максимально быстрый возврат на точку, скажем так, на ее основное положение. При этом часто удочки приходится переделывать, потому что удилище на Хариуса найти, полноценное, готовое, очень и очень сложно. Об этом я скажу немного позже. Вес. Вес удилища играет огромную роль, поскольку ты рыбачишь удочкой целый день. Соответственно, рука устает уже, наверное, через час полноценной рыбалки, если удочка весит за 500 грамм. Поэтому стоит выбирать сейчас современные удилища, легко можно найти, 250, ну, максимум, наверное, 300 грамм. Вот это вот та удочка, которой комфортно рыбачить. Ну и следующий параметр, да, про который я сказал, это тест. Так вот, тест стоит выбирать желательно вообще до 100, но такие удочки найти крайне сложно, их приходится переделывать. И вот теперь уже плавно переходим к тому, какими же удочками я ловлю и, соответственно, как их правильно выбрать, какую марку, да. Так вот, пробовал я кучу разных удочек, скажу честно, подходит очень мало удочек, крайне мало подходит. Будет сейчас, наверное, реклама этим производителям, да, но у нас с вами все по чесноку. И хочу вам сказать, что я сейчас остановил свой выбор на удочке «Фаворит Пола», называется она вот «Фаворит Пола», покажу вам покрупнее, от компании «Норстрим», нашей российской. В чем минус данного удилища? Оно ненадежное, то есть буквально один сезон у меня уже потрескались все колена. То есть вот эти вот, как правильно сказать, каждый из стыков уже пошел трещинами. Это очень-очень плохо, но при этом удилище позволяет без каких-либо модификаций рыбачить им полноценно. То есть у него достаточно жесткое удилище и быстрый строй. То есть все, что, в принципе, нам нужно. Еще один минус – это большая транспортировочная длина. Вот посмотрите, насколько оно высокое. Это очень неудобно при ходьбе по каким-то кустарникам, по малым рекам и так далее. В этом плане оно не подходит, конечно, да. Но с этим можно мириться, если ты, скажем так, ничего лучше найти не можешь. Вторая удочка, которую я проверял, которая мне нравилась, это была волжанка «Атлант». Именно «Атлант». У нее тест до 50 грамм. Немножечко, сантиметров буквально 10 обрезал кончик. И, в принципе, вполне можно рыбачить. Батя у меня до сих пор таким удилищем ловит. Все, в принципе, нормально. Третье удилище, которое… Ах, да, про волжанку, да. Оно у меня сломалось во вторую рыбалку об кусты. То есть элементарно я зацепился леской за куст, немного потянул, и удилище согнулось и обломилось. То есть, что, в принципе, наверное, тоже говорит мне о самом хорошем качестве его. Но при этом, и моя вина в этом тоже есть, само собой. Здесь, как бы, делайте выводы сами. И третье удилище, которое у меня до сих пор есть и мне нравится, это «Микада Принцесс». 6-метровая удочка. У него тест, по-моему, 30 грамм. Но при этом у него кончик достаточно жесткий. То есть там можно его либо поменять, либо также маленько укоротить. И этой удочкой можно рыбачить. Но очень много подделок встречается. Найти ту удочку, которая у меня сейчас, я не могу. Все удочки уже другие. То есть поэтому говорить о том, что эта удочка хорошая именно вот этой серии, достаточно сложно. Потому что их, как я уже сказал, огромное множество. Отличаются они чем? На каждой удочке разная наклейка. То есть это уже говорит о том, что удилище само собой другое, да. Ну вот это что касаемо удочки, да. Как ее выбрать, решайте сами. И самое главное, обращайте внимание, как я уже сказал, подытожим, да. На тест, на вес и на строй. Это три параметра, за которыми стоит следить. Итак, следующий параметр, да, немаловажный, и, пожалуй, наверное, самый важный. Это оснастка поплавочной удочки. Расскажу вам, как я оснащаю удочку чаще всего, да. Ну и расскажу, какие еще бывают оснастки. Так вот, в моем случае удочка оснащается крайне просто. Так, леска основная 0,30, реже 0,35, всегда практически 0,30 хватает. Затем, если будем идти от кончика удочки, да, вниз, соответственно, сначала идет поплавок. Поплавок должен быть достаточно крупный. Я не рыбачу маленькими поплавками, объясняю почему. Поплавок должен быть большой, поскольку он может держать большой груз. Груз нам нужен для того, чтобы утопить наши мушки ко дну. Очень часто приходится рыбачить там, где потоки воды, ну, грубо говоря, по-простому, да, где крутит. Омут. Там нижние слои воды поднимаются кверху. Соответственно, подать приманку нужно вниз. Если у вас будет легкое грузило, вы не сможете подать ваши мушки вниз, их поднимет вместе с грузилом. Поэтому грузило должно быть тяжелым. В данном случае у меня поплавок стоит 7 грамм. Этого, в принципе, пока хватает. Но бывает, ставлю поплавки потяжелее. Это нужно смотреть уже непосредственно по ситуации рыбалки. Так вот. Соответственно, леска 0,30. На ней изначально одевается поплавок. Затем ставится скользящее грузило. Грузило должно быть именно скользящим. Объясняется это тем, чтобы максимально быстро передавать поклевку хариуса на поплавок, а не заостряться на грузиле. То есть, понимаете, леска проскакивает в момент того, как хариус втягивает мушку. Леска проскальзывает через грузило. И сразу же происходит непосредственная реакция в поплавок. Вы успеваете подсечь рыбу, скажем так, не дожидаясь того, пока хариус выплюнет приманку изо рта. Это сказал. Далее, после грузила идет карабин. Обычный карабин-вертлюжок. После на этот карабин вешается две вушки. Не одна. А именно две вушки я всегда вешаю на поводках. Поводки я всегда ставлю не менее 0,25. Чаще 0,28-0,30. Да, именно такие большие поводки, толстые, да. Ни разу хариус их не видит, не боится. Это все миф и заблуждение. Я на своем опыте совершенно точно могу сказать, что никогда хариус не боится толстой лески. Поэтому смело ставим поводок выше 0,25 и не боимся, что они у вас запутаются. Это я вам совершенно точно говорю. Мушки очень просто закрепляются на карабин. То есть это обычная петля. Делаем классическую петлю. То есть мушка привязывается к леске, соответственно, да. И на конце поводка мы делаем обычную петельку. Вот таким образом две мушки разной длины. Одна мушка должна быть сантиметров примерно 15, вторая где-то 7. Можно сделать 20 и 10. Например, одна мушка должна быть короче другой, примерно в половину. Тогда такой настрой является максимально рабочим. Итак, почему же мушки вешаю именно на карабин, а не привязываю жестко выше грузила, например, как есть такие оснастки. То есть у меня на конце идут мушки, а люди делают в конце грузила, а выше ставят мушки. Так вот, объясняю, почему я так не делаю. Чаще всего мы рыбачим в каких местах? Либо мы заходим в воду, да, и, соответственно, за счет того, что мы создаем сопротивление в воде, впереди нас создаются завихряющиеся потоки воды, которые, соответственно, подхватывают наши мушки, которые, вот здесь важно отметить, да, которые именно свободно закреплены на карабине. То есть они у нас могут вращаться вокруг лески. Соответственно, они максимально реалистично подхватываются водой и создают имитацию реального насекомого. Если у вас мушки закреплены жестко, у вас уже никакой игры в воде нет, соответственно, результативность поклевок сразу меньше. Вот именно поэтому я мушки делаю снизу и на карабин. Точно такая же ситуация, если мы рыбачим с берега и забрасываем, например, в отбой, то есть идет струя, мы забрасываем где-то между струей и слабым течением. То же самое. Там вода, как правило, крутится, мушки подхватываются, происходит имитация насекомого, происходит, соответственно, поклевка рыбы. Вот это то, чем я, скажем так, мотивируюсь, да, это мои мысли, они, конечно же, могут, может быть, это и неправда, да, не стоит это, скажем так, воспринимать как стопроцентную информацию. Но почему-то, во-первых, логика моя подсказывает, что это работает так, во-вторых, результативность самой рыбалки на практике, а рыбачу я удочкой очень много и часто, доказывает то, что все-таки моя теория здесь правдива. Ну, в общем-то, как-то так, друзья, я думаю, что я рассказал вам все, что знаю по этому вопросу, да, точнее, знаю я, наверное, больше, но рыбачу именно так, да, вам же хотелось знать, как я рыбачу и как я ловлю. Собственно, поэтому свою теорию, свои суждения и свои снасти, мне кажется, я вам в полной мере рассказал. Поэтому, чтобы не затягивать, на этом разбор поплавочной удочки без колец, да, мы закончим. В следующем видео я расскажу вам еще об одной оснастке удочки для дальнего заброса, также поплавочной, поэтому дождитесь, уверен, вы тоже для себя найдете интересную информацию. На этом все, друзья, если видео полезно, обязательно поделитесь видео с друзьями, этим вы очень поддержите меня за мои труды, поставьте класс, ну и, конечно же, напишите комментарии. Все комментарии читаю, буду рад послушать ваше мнение. На этом все, всего хорошего, до новых встреч, всем пока!